Реакция Минска как предостережение. Президент подтвердил готовность перекрыть транзит энергоносителей в случае закрытия границы со стороны Польши. И даже больше не исключил возможности размещения на территории Беларуси ядерного оружия. К слову, пусковые площадки под него сохранены. Эти заявления Александр Лукашенко сделал накануне в интервью информационному агентству «Россия сегодня». Беседа еще не опубликована целиком, но ее отдельной части вызвали большой резонанс. И сегодня появились новые подробности. Слова президента адресованы главным образом польскому руководству. Хоть Александр Лукашенко твердо убежден, что Варшава находится под внешним управлением и тезисы для польских властей пишутся их американскими кураторами. Однако шутить в ответ на угрозы закрыть границу с Беларусью Александр Лукашенко не намерен. Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты. Вросьте вы. О чем вы говорите? То есть вы это серьезно обсуждаете? Конечно, серьезно. Конечно, серьезно. Они решили закрыть поляки границу с Беларусью. Ну хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Вот. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китае и прочее идет через нас? Ведь у России с Украиной там граница закрыта. Южная. То есть они через Украину не пройдут. Только Беларусь. Через Прибалтику нам на плечах носить. Там дорог нет. Ты же знаешь, Дмитрий. Он закроет границу. Ну закрой. Кому ты его шерп закроешь? Сам себе. Не менее агрессивный президент считает и политику НАТО. Как недавно сообщил ее генеральный секретарь, в случае отказа Германии от ядерного оружия, оно может оказаться в Восточной Европе. Читай Польши. Если это произойдет, Александр Лукашенко готов просить у России размещение соответствующего оружия на белорусской территории. К слову, какое-то время после распада СССР оно продолжало оставаться в нашей стране. Его вывод стал результатом подписания договора о нераспространении ядерного оружия. Я лично подписывал, хотя это не мое творение, я никогда бы на это не пошел, если бы не предыдущие наши власти до меня. Это я первый год был президентом. Если бы не эти власти, которые сотворили этот международный договор. Я уже по факту его подписывал, он готов, парафирован был и так далее. Более того, я после этого еще несколько лет не выводил ядерное оружие из Беларуси. И чтобы вы знаете, знаете, почему я его вывел уже? Прежде всего, под жестким давлением Ельцина и всей команды, которая тогда была. Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор и прочее. Потому что все площадки, на которых стояли тополя, кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию. Вы знаете, как Запад реагирует на ядерное оружие и прочие вещи. Поэтому вот как только я прекратил, хотя от меня Борис Николаевич прежде всего требовал, надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него. Он на меня. Я сказал нет. Но когда давление было чрезвычайное, мы взорвали одну площадку, я это все сохранил. И американцы мне постоянно задавали вопросы, западники, а зачем? Я до сих пор на этот вопрос не отвечаю. Кроме того, президент полагает, что для эффективной защиты от ракетного нападения Беларуси необходимы российские комплексы С-400 и С-500. Причем один из них уже есть в стране, в учебном центре для белорусских военных. Возвращаясь к геополитике, масло в огонь подливает и Украина. Действия ее властей и нынешних, и им предшествующих, Александр Лукашенко считает, мягко говоря, недальновидными. События семилетней давности могут пролить свет на судьбу Крыма. Ребята, которые учились в одних академиях, они вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне, военное на военных, и завязался разговор. И молодцы, конечно, украинцы, они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпринимите определенные действия, он не будет и украинским, а чей? Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами, были в тесном контакте, нормально были более-менее отношения до этих всех событий, они предложили им, вы там своему скажите, президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено. И, по моим данным, президент настаивал на юридическом решении этой проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию Путина. Ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО. Не было ни одного выстрела, потому что заранее было договорено, что Крым нужно спасти. При этом разгар конфликта на Донбассе от помощи российской стороны бывший президент Украины Петр Порошенко отказался. Причина, по мнению Александра Лукашенко, может быть всего одна. Внешнее управление. Но даже несмотря на нынешнюю жесткую риторику официального Киева, Александр Лукашенко не теряет надежды на нормализацию отношений с Украиной, но только в случае, если от нее не будет исходить агрессия ни в сторону Минска, ни в адрес Москвы. Цитаты из интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву сегодня активно расходятся по мировым лентам. К разговору приковано внимание не только российской аудитории, но и всего мира. И в первую очередь, разумеется, руководителей Евросоюза и блока НАТО. Ведь президент дает четкие и вполне конкретные ответы, как будет действовать, если что. Анализирует тезис Александра Лукашенко и экспертное сообщество. И что интересно, в западном медийном поле реакции практически нет или она весьма сдержана. А вот российские и белорусские эксперты подтверждают, что к словам президента нужно относиться вполне серьезно. В том числе и по вопросу размещения ядерного оружия на территории Беларуси, если НАТО разместит подобное вооружение у наших границ. Это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад. Что еще надо вот просто объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода, как помягче сказать, безрассудство, но все-таки остановилось. Я думаю, Александр Лукашенко реагировал именно вот на эти заходы, которые, я считаю, абсолютно безответственные. И преследует цель не просто конфронтации, но не тать, а постараться спровоцировать горячий конфликт. Ну, надо тогда, наверное, на таких вот контрпримерах, достаточно резких, показывать бесперспективность подобного рода затеи. Батька сделал принципиальную оговорку. Я попрошу у Путина ядерное оружие, если такое же оружие, аналогично, он сказал, оружие будет размещено в Польше. Вот это принципиальный момент. Это, если хочешь, Рома, это белорусские красные флажки или красная линия. Нам достаточно оперативно-тактических ракет с ядерными боеголовками. Чтобы, как говорится, те, кто там поставит на территории Польши ядерное оружие, чтобы они ни кольцо не успели одеть, ни высморкаться, не успели, когда их просто припредит дымящийся щебень. В заинтересованных, скажем так, столицах западных держав это услышали. Поэтому будут сейчас делать для себя правильные выводы. Ведь, по сути, это же не Лукашенко, не Макей, не вы с коллегами устроили эту дьявольскую пляску в августе прошлого года. Просто белорусские власти достаточно долго не реагировали на этот вызов на внешнем контуре. Но, так, извините, мы всегда долго запрягаем, но потом быстро едем. Вот это, собственно, и произошло сразу по всем направлениям возможным. Президент Беларуси дал максимально понятный ответ всей этой аудитории по военной теме, и по Крыму, и по энергоносителям. Ну, я, повторяю, я могу только надеяться, что там какое-то здравомыслие возобладает, но уже пора бы. Польша увеличивает вооруженные силы вообще практически в два раза. Закупка 250 тяжелых танков «Абрамс». Мало того, на сегодняшний день группировка 15 тысяч стоит у нашей границы. Танковый батальон «Леопардов» тоже стоит у нашей границы. И на сегодняшний день сформировался, скажем так, своеобразный дисбаланс военный. Для этого мы должны были чем-то защищаться. Ну, в данном случае, вот, после проведения учений под Гожей, вот, возле Гродно, вот, немножко это их отрезвило. Отрезвило. Вот, тех же польских военных. И сейчас, в общем-то, в основном все зависит от США. Насколько они пойдут в этом плане на нагнетание военной обстановки, вот, в нашем районе. Аккуратно прокомментировали слова Александра Лукашенко и в НАТО. Причем, скорее, взяли назад свои же заявления. 19 ноября глава блока Йонс Столтенберга в Берлине подчеркнул, что цитата «ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», уже сегодня опроверг сам себя. Другая цитата. «Ядерное оружие не будет размещаться в странах, где его сейчас нет». Такие заявления от главы НАТО можно трактовать тоже двояк. Или это биполярное расстройство с частой сменой настроения. Но, скорее, другое. Это просто интервью так отрезвило западных военачальников.